Итоги работы Комитета по лесному хозяйству в 2014 году подвел начальник ведомства Александр Жуков. Говоря о достижениях, представитель власти отметил, что в году уходящим в лесах не было допущено крупных пожаров и впервые за многие годы выполнен план по лесовосстановлению. Менее успешный показатель в работе – выявление и наказание черных лесорубов. Те, кто все-таки ответили за уничтожение леса, получили либо условный срок, либо до одного года лишения свободы. Это в том числе и большие вырубки, но по формированию уголовного дела возникали проблемы именно с доказательственной базой. На самом деле, конечно, дело, когда возбуждается, вообще у нас 196 уголовных дел возбуждено. Вот, конечно, вот до логического, так скажем, завершения дошло в этом году, ну пока еще, то есть еще год продолжается, только 14. В июле этого года Комитет расторг договор с одним крупным инвестором, который работал в Заволжском районе. Организация «Ивановский лес» предоставляла недостоверные данные о своей деятельности. Теперь, через сут, Комитет взыщет с инвестора порядка 50 миллионов рублей. Вопрос в том, удастся ли реально получить эти деньги. Практика, к сожалению, такая, что данный ущерб не взыскивается по причине либо отсутствия необходимых средств, то есть неликвидной массы самого инвестора, либо в итоге по его ликвидации по основанию банкротства. Вот как бы одно из двух вариантов. Либо он банкротится, либо он просто как бы вот находится в таком неликвидном состоянии. В преддверии Нового года Комитет напоминает, самовольная порубка еле и карается законом. Бесплатная новогодняя красавица в случае поимки встанет в копеечку. Штраф варьируется от 1 тысячи до 300 тысяч рублей. В случае, если вырублена будет не одна елочка, одна елочка, ущерб за одну елочку составит порядка 1 тысячи рублей. То есть это, если ущерб составит более 5 тысяч, как говорит законодательство, то это уже будет применена уголовная мера ответственности. То есть это за 5 елочек уже люди будут привлекаться к административным, нарушители, так скажем, будут привлекаться к уголовной ответственности. Во избежание предновогодних вырубок леса будут патрулировать особенно тщательно. Поэтому гораздо проще будет приобрести новогоднее дерево на елочном базаре в лесничестве. Стоить это будет всего 30-40 рублей за метр.